Слэш-хоккей – один из самых зрелищных паралимпийских видов спорта. Правила игры, как в традиционном, отличаются только экипировкой и особенностью здоровья игроков. Призер чемпионатов мира и паралимпийских игр, чемпион Европы и страны Вадим Селюкин стоял у истоков зарождения этого вида спорта в России и долгие годы был капитаном сборной команды страны. Мне повезло. Самый первый чемпионат России состоялся в Подольске. Мы полгода или сколько-то занимались, все были более-менее катались. Я так хотел сборную. Мне тогда дали лучшего игрока турнира. И тренер пригласил меня в сборную. Во время службы в армии Вадим участвовал в нескольких военных кампаниях. За проявленный героизм был дважды награжден Орденом Мужества. А в 2002 году из-за подрыва на мине лишился обеих ног. Несмотря на тяжелые травмы, мужчина смог вернуться к активной жизни. Было непросто, но помогли спорт и работа с детьми, признается хоккеист. Тяжело проходило и, наверное, еще проходит. И вот как раз в детской команде, ну, они так нормально ко мне относятся. Я приезжаю, так опыт передаю. Но мне это как бы тоже надо. Мне до сих пор вот это чувствовать себя нужным, как бы для меня это важно. В спорте Вадим Селюкин добился значительных успехов. Серебро на зимних паралимпийских играх в Сочи, бронза на чемпионате мира и золото Европы. А в 2018 году стал вице-президентом Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортивную карьеру мужчина завершил несколько лет назад, но он полон планов на будущее. Стать успешным человеком я мечтаю, состояться в жизни. У меня, я считаю себя молодым еще, у меня 46 лет, хочу еще одно образование получить. Сейчас как раз есть у меня возможность, бизнес-образование, в общем. И состояться еще хочу в жизни, да, что-то попробовать еще хочу. А недавно знаменитый паралимпиец, житель Кубинки, стал лауреатом российской премии «Возвращение в жизнь» в номинации «Личным примером». Церемония награждения проходила в гостином дворе в рамках форума «Мы вместе. Спорт». Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».